Объективы камер дорожного видеонаблюдения, регистраторов и телефонов очевидцев постоянно попадают моменты аварий. Машины разлетаются не только по дорогам, но и в соцсети и на YouTube как горячие пирожки. Я решила собрать на нашем канале самые интересные сцены и порой очень страшные моменты дорожной жизни в Сочи. Так что если вы ознакомились с инструкцией в начале видео и все-таки решили посмотреть, то устраивайтесь поудобнее и запоминайте, не нужно этого повторять. Берегите себя. Улица Транспортная. Это видео наглядный пример абсолютного эгоизма и тупизма водителя. В данном случае вот этого белого внедорожника. А почему бы резко не уйти в другую полосу, вдруг решил он. Подумаешь, подрезал и поехал себе спокойно дальше. Лазаревская. По словам очевидцев, водитель этого авто гнал так, что бордюр не заметил. Проехал по нему и от удара перевернулся. Ну нахер. Изрядно подвыпившей девушке вечер испортил пассажир такси. Решил снять ее. На телефон. Мол, что ты пьяная наехала на нас? Она реально наехала и на машину, и со словами обидными. А девушка-то признает свою вину? Готова даже расплатиться? Где не хотите? Я вам еще раз говорю. Я нисколько не хочу. Вот только сколько и кому платить, решали потом полицейские. Аэропорт. Водитель ВАЗа решил вскрыться от экипажа ДПС. Это парень и пащет. Идем на перехват. И действительно оказался опасным. На большой скорости выехал навстречу и протаранил Лексус. И сам пострадал. Машины испортил и пробку собрал. А это Красная Поляна. В результате аварии перевернулась Нива. Очевидцы помогли поставить машину на колеса. Не перевелись еще богатыри на Руси, матушки? Ну, вот так как-то. Центр города. Улица Пластунская. Горит Хиондай. Потушить машину огнетушителями очевидцам не удалось. Пришлось звать пожарных. Причина возгорания неизвестна. А хрен его знает. Перекресток Яна Фабрициуса и транспортная иномарка неслась так, что наехала на ограждение и... Остановилась. А джип, который спокойно ждал момента, чтобы проехать. Водители живы, здоровы, а машины в ремонт. Некоторые товарищи вообще не смотрят по сторонам. Интересно, для чего им зеркала? Я это ты, ты это я. И никого не надо нам. Вообще, чаще всего правила нарушают таксисты. Несутся на вызовы в борьбе за клиента и никого и ничего не видят. Очередной шашечник так спешил, что забыл про скользкую дорогу, ну и не справился с управлением на повороте. Ну и что в итоге? Никто никуда не спешит и деньги на ремонт уйдут. Уважаемые таксисты, запомните, две полоски это не только предупреждающий знак и то, что знают дети. Две полоски это что? Это жопа. А это сплошные. Их пересекать нельзя. Вот что бывает. Ну хорошо, не только таксисты грешат. Летают и другие, радуясь свободной дорогой, забывая, что это не автодром. Ничего себе. На полной скорости пронесся мимо, как метеор. Не тебе здрасти, не до свидания. Поворачиваешь себе спокойно, а в тебя со скоростью. Летать любят и грузовики. Чаще всего аварии происходят на мамайке. И таблички поставлены предупреждающие, а им все равно. Догонят так, что вылетают и на железнодорожные пути. А, он тащит, он тащит. Да, папа? Ты снимаешь? Улица Горького. Джип остановился и показывает поворот. Ждет подходящий момент для маневра. А легковушка ждать не решила. Твою минуту! Повернула. Как раз в автобус. Еще и джип задела. Водители, думайте, прежде чем совершать маневр. Перекресток Батумское шоссе и Ленинградское. Легковушка вылетела на полосу встречного движения, а следом на тротуар, где были пешеходы. Один человек погиб. Трасса на дорогу в село Нижнее Буу. В результате ДТП погибли два человека. В «семерке» водитель не удержал машину на мокрой дороге и столкнулся с иномаркой. Ее пассажиры серьезными травмами доставлены в больницу. А этой нарушительнице просто надоело стоять в пробке. И она решила повернуть. На сплошной. Повернула. И убила мопедиста. Еще одна страшная авария произошла в центральном районе возле ЦУМа. Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадала женщина, которая находилась в такси. Водитель байка от полученных травм скончался. А вот разворот из правого ряда через двойную сплошную. Вспоминаем про две полоски. Пассажир вылетел из окна. ДТП на пересечении Батумского шоссе и улицы Гайдара в Сочи. Хюндай хочет повернуть. Пропустил одного. Второго. А мопедиста не видел. А вот что бывает, когда внезапно решают водители повернуть там, где этого вообще делать нельзя. ДТП на улице Горького в сторону ЖД вокзала. Пострадали пассажиры автобуса. Пустые дороги не значит, что можно быть невнимательным. Курортный проспект Пушкина. Водитель легковушки поворачивает и в него врезается мопедист. Вот что случается, когда отвлекаешься. Вот еще один. И еще. Если такие водители, которым не по дорогам ездить, а на ринг выходить надо, так и норовят с кем-нибудь зацепиться. Не поделили дорогу, решили помахаться на трассе. Собрали зрителей и пробку. И на сигналы не обращают никакого внимания. Еще одни любители драки решили устроить зрелищный поединок на виноградной. Машины побросали и давай разбираться. Подрезали водителя газели. Вот и нервничает. Все покрышки гвозьем прокалю. Вот увидите. Я нервный. Да, и очевидцам порой это нравится. Болеют, подсказывают. Давай, задай его. Что он делает? Подумаешь, пробку создали. Да и на полицейского как-то. Да мне вошли, как хотите. Дорогу не только сильный полут не делит, но и прекрасный, даже беременный. Ты девчонка. Как ты догадался? Они ударить могут. К счастью, второй участник конфликта сохранил адекватность и не вступил в драку с дамой в положении. Ну и напоследок лайфхак. Сочинцы не только ленивые, но и оригинальные. Как вам такой способ преодоления пробок на дорогах? Каждому сочинскому водителю по кларнетисту. Ну, на этой ноте мы завершаем. Удачи вам на дорогах. Будьте внимательны, осторожны и не забывайте про взаимоуважение. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok